Продолжение следует... На выборы пришли более 80% зарегистрированных на участке людей. Однако это не повод расслабляться, ведь наряду с позитивными примерами существуют негативные тенденции. Губернатор был вынужден констатировать, что во многих муниципалитетах продолжает существовать так называемое ручное управление, а руководитель не чувствует персональной ответственности за судьбу жителей. Особенно ярко это проявляется в Теренгульском районе. Очень много было лжи, обмана, отмахивания проблем людей. Не могу привести просто кучу примеров, что удалось в течение двух раз, за последнее время посещая Теренгульский район, выявить. Во многом социально-экономическое развитие района зависит от работы его руководителя. И именно с повышения ее эффективности начнется реформирование правления муниципалитетов. В ряде районов отсутствует хозяин, любящий отец, начальник, что он не нас поведет, который каждый из вас должен представлять. Поэтому мы должны в ближайшее время с вами еще раз кормиться к эффективности работы руководителя муниципальных образований и поселений, утвердив своеобразный такой вот стандарт и одновременно пройдя вот небольшой курс такого вот, ну, не молодого бойца, конечно, что за это вопрос руководителя муниципалитета. Оценка качества работы ждет не только руководителя районов. Ей будет подвергнуть все правительство. Прошедшая оптимизация уже позволит сократить численность чиновников почти на 26%. И налаживание эффективного управления продолжится. Будет создан специальный департамент эффективности государственного управления за счет 300-дерейной штатной численности внутри аппарата правительства и администрации губернатора. Он такой, своеобразный, Центры повышения эффективности будут на поведение в субботу этого департамента. Там Центры инноваций в государственном управлении и Центры оценки в государственных услугах. Причем руководители этих двух центров будут принять на работу через специальный открытый конкурс. То, как мы сейчас выбираем, например, министра спорта. Муниципалитеты должны более активно включаться в работу на региональном уровне. Одно из таких направлений – семейно-земографическая политика. В ближайшее время при всех руководителях районов будут созданы рабочие группы по этому вопросу. Вы должны будете 1 сентября сдать на мое личное имя, мне лично, предложение муниципального образования на улучшение семейно-земографической ситуации в муниципалитете. Предложения будут рассмотрены комиссией в главе с губернатором и лучшие практики внедрят на территории области. Глава региона особо призывал не подходить к делу формально и собрать предложения, которые действительно смогут привести к результату. Одна из мер, подстегивающих положительную демографию – это создание высокопроизводительных рабочих мест. Они стимулируют ульянцев не покидать родного края и перебираться жителей других регионов в нашу область. С начала года создано 14 900 рабочих мест. Ульяновские 5 тысяч – это высокопроизводительные рабочие места. Но вместе с кем-то говорили, хочу отметить, что Новый Ульяновский и Павловский районы довольны высокопроизводительные рабочие места составляют всего 7,5%. Одновременно с созданием вакансии по поручению губернатора и формируется работа службы занятости. Теперь она делает больше упор на переориентацию кадров и учебу, что впоследствии помогает найти достойную работу. Егор Тштов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда. Продолжение следует...